Утро Утро всегда приходит неожиданно. Одна маленькая девочка сказала, смотри, я зажгла глаз и светло стало. Вот они, наши дети, идут на свою работу. Как они сегодня у нас проснулись? Сами? Или пришлось будить? Доброе у них было утро или не очень? Успели они поговорить с вами, родителями, о чем-нибудь важном? Или вы и сами спешили, и детей тормошили? А может быть, даже успели поссориться? Одинаковое время нужно. Всего минута другая, чтобы дать ребенку доброе напутствие или уронить обидное слово. Один и тот же час наедине с ребенком можно прожить по-разному. Дети, как известно, принадлежат будущему. Они приходят за нами оттуда и очень ошибаются те, кто думает, что раз ребенок маленький, то до него надо снисходить. Нет. До ребенка, чтобы полноценно с ним общаться, нужно подняться душой. До его поэтического, сказочного восприятия мира, до его яркости и глубины его чувств. И есть такие счастливые люди, которые это умеют, и которых дети и поведут за руку в свое будущее, в то далекое и прекрасное. А вот есть такие очень счастливые люди, которые обладают талантом или хотя бы мастерством общения с детьми полноценного, глубокого. Но мы делаем эту передачу не для них, а для тех родителей, которые жалуются на недостаток времени для воспитания детей. Впрочем, дай им это время, сколько угодно. И, глядишь, они придумывают себе разные дела и спрячутся как бы, спрячутся в эти дела от общения с ребенком. Так вот, возьмем один только час. Час общения с ребенком. Час ребенка. И не вечерний час. О нем мы расскажем в следующей передаче. А утренний. Час пробуждения. Ведь это тоже час полноценного общения с родителей и детей. В это время мы готовим ребенка к детскому саду, к школе. Какой он будет этот час? Я люблю утро за то, что вижу маму, еще идешь в школу, там нового узнаешься. И как-то солнце прибивает. Утром, потому что вот я не знаю, когда вечером спать ложусь, то мне плохие сны снятся, а утром почему-то всегда какие-то хорошие. Поэтому мне нравится это. Моя сестренка, ей 10 месяцев. Она мне помогает делать зарядку. Она просыпается рано утром и кричит. И я под эту музыку делаю зарядку. Вот когда у меня день рождения было, мне всегда подать ее ноги утром дарят. Я люблю утро за то, что вот мой попугай, у меня есть дома говорящий попугай маленький. И он мне всегда утром садится на голову и говорит, когда я еще лежу в постели. Что он говорит? Он говорит, он себя нахваливает, стихи читает. А как он себя нахваливает? Гоша хороший мальчик, Гоша птичка-лапочка, Гоша дорогой, Гоша золотой, Гоша умный мальчик. Я не люблю утро, потому что начинается день. А что по этому поводу скажут родители? Я его будничное утро любить просто невозможно. Потому что если начинается, то не скорее, то не скорее, то не скорее, ты опоздаешь, то не садится, начинает плакать, а что же мне делать? И вот если спокойно ей сказать, где-то помочь что-то застегнуть, что-то одеть, вот только тогда без проблем проходит наше утро. А вообще утро очень тяжелое. Утренний час общения с ребенком мне не доставляет удовольствия, потому что это сплошная спешка. Вот у меня, например, утренний час общения с ребенком просто сумасшедший. Это вызывает очень высокий ритм жизни, особенно утром. И, конечно, уделять время на воспитание ребенка утром практически невозможно. Вы понимаете, я все время, Ирина, мы опаздываем. Мам, я мечтаю. О чем ты мечтаешь? Сегодня она мне, значит, утром говорит. А вот как ты думаешь, Гагарин, говорит, с детства мечтал стать космонавтом? И на собрании в школе, и прямо на улице мы задавали родителям один и тот же вопрос. Расскажите об утре вашего ребенка. Ребенок встает по утрам самостоятельно в семь часов каждое утро. Ну, одевается сам, потом играет. Захожу в комнату ребенку и говорю, зайчик, пора вставать. Так, как зайчик реагирует? В общем-то, не очень энергично. Ну, мы съели одно яблоко, оделись и сели слушать пластинку с детскими сказками, пока взрослые занимались своим приготовлением к работе. Ну, бывают конфликты такого плана, что вот не хочу идти в сад. Всегда опаздываем. Почему? Собирается очень медленно. Ну, заставляем, чтобы сам одевался самостоятельно. А нет ли у вас какого-нибудь способа, секрета, заставить его собираться побыстрее? Да, пока вы не нашли никакого способа. И поэтому все-таки опаздываете? Все равно опаздываю. Как относитесь к опозданию? Да к опозданию как? Все-таки какой-то нервоз. А у ребенка? Ну, и, соответственно, у ребенка. Да, в общем-то, он как-то у нас понимает, что нужно быстрее одеваться, что все спешат утром, и он сам одевается поскорее. Так у нас как-то не возникает таких проблем. Правда, Андрюша? Да. Скажите, пожалуйста, а кто обычно будет по утрам вашего ребенка? Мне кажется, он всех будет сам. И какими словами вы начинаете день? Чаще всего с доброго утра. Особенно, если в окно светит солнышко. Вот и начался их рабочий, а точнее, игровой день. Они будут и сегодня играть разные роли. Своих родителей, других взрослых, самих себя, то послушных, тихих, то дерзких, непокорных. Это работа, труд души, которая растет. Давайте вспомним, какими словами мы начали этот день. Что сказали ребенку, когда будили? От этих слов зависит, какое у него было... Доча, вставай! Доброе утро! Одевайся в детский садик, а я тебе молочка принесу. Мы сегодня с тобой будем заниматься рисованием, красками будем красить, поедем в зоопарк. Одевайся в детский сад быстренько. Давай оденем тебе колготочки. Доченька, вставай, пора в садик. Доча! Без все твои колготки, почему ботинки раскидала? Быстро все убери. Игрушки тоже почему раскидала? Безстыдница какая! Сегодня все твои воспитатели расскажут. В некоторых семьях как-то по привычке, это стало нормой, привычкой, ребенка будет резко, бесцеремонно, грубо. Награждают его разными обидными для нас, для взрослых. Услышь, это мы словами за его медлительность, за какие-то его мелкие недостатки и проступки в ходе одевания и умывания и сбора в детсад или в школу. И вот мы взрослые, мы таких слов не прощаем. Мы долго переживаем обиду, которую просто нечаянно или нарочно нанесут нам где-нибудь в магазине, в трамвае, где-то в дороге. Нам это тяжело и неприятно. Ребенок нам все это простит. Он нас любит больше всех на свете. Он нам простит, он забудет, он щедр, он отходчив, он не то, что мы в этом отношим. Я был неправ. Вот я сегодня встал, пошел завтрак готовить. Вот. Геркулесу за кашу. А там геркулеса нет. Я сварил обыкновенное молоко. Вместо каши. Я думал, это геркулес был. Потом вот мама пришла, проснулась, пришла, а у меня геркулесовая каша не сварена. Вот она на меня и разозлилась. У меня мама будет, я говорю, ну еще пять минут. Пять минут проходит, а она приходит. Я говорю, ну еще пять минут. И так она, ну, немножко на меня злится. Я хочу спать, и мама говорит, вставай, в школу опоздаешь. Нет, я говорю, ну пять минут, она с меня срывает одеяло, и мне на голову его бросает. Вы знаете, я прочитал в одной из повестей Юрия Трифонова такую фразу «Привычная утренняя злость». Эта фраза относилась к женщине. И в нашей семье возникла проблема эмоциональной окраски вот этого утреннего часа. Когда в нем участвовала жена, он становился мрачноватым. И тогда мы решили эту проблему следующим образом. Мы сделали этот утренний час мужским. Мы маму не будем. Встают только мужчины. Я и сын. Мне кажется, что это обобщение действительно только личного опыта и, в общем, под собой не имеет реальной основы. Я часто срываюсь на свою дочку, хотя, в общем-то, она у меня неплохая девочка. Ей часто от меня попадает. Но когда я себя пересиливаю и начинаю разговаривать с ней, ну не специально подчеркивая, что вот я воспитатель, а она ребенок, а стараюсь разговаривать с ней как с равным человеком, от этого я добиваюсь больших результатов. Личный пример, личный пример, он в этом плане очень помогает. То есть, если раньше, допустим, я его поднимал в детский сад или в школу там с кружкой воды над головой, потому что он никак не мог не проснуться, не встать или одевался крайне медленно, то в настоящее время я просыпаюсь за пять минут раньше, чем он, ставлю там яйца или сосиски на огонь и говорю, Артем, пора делать зарядку. И мы с ним вдвоем при открытой форточке делаем зарядку. Скажите честно, хоть раз пролили хоть каплю из этой кружки? Да, я честно могу сказать, что пролил и не одну каплю. Мне очень бывает обидно за детей, когда взрослые позволяют себе распускаться в их присутствии. Мы же не скажем гадость человеку взрослому. Мы подумаем, какое мы при этом произведем на него впечатление, правда? А ребенку мы иногда можем сорваться, сказать что-то неподобающее. Если вы чувствуете, что вы его заденете, вы можете ему причинить боль, лучше уйдите. Скажите, ты знаешь, мы с тобой оставим это на другое время разговор. Вот я так считаю. Учителя замечают, что дети приходят в школу далеко не всегда, как они говорят, в рабочем состоянии. И по лицам детей часто можно понять, у кого утро было ровное, спокойное, а кто успел за утро навоеваться. И очень большую роль тут играет привычная какая-то радостная процедура, например, зарядка. Папа лежал, а я ему говорю, пап, вставай, ты же забыл, что зарядку надо делать. Но папа сказал, ну ладно, я сейчас. И мама тоже так же. Потом мама с папой встали и начали мы делать зарядку. летом мы тоже делаем зарядку. Одеваем все тренировочные костюмы и вокруг дома делаем круг. Вот сегодня я спать хотел, и меня мама заставляла делать зарядку, а я ее не хотел делать. Но все-таки сделала. А почему не хотел? Потому что спать хотел. Скажите, ваши дети всегда ложатся спать в 9 часов? Да. Ложатся. Смотрят ли они фильмы по телевидению в 21 час 30 минут? Ответьте на вопрос, кто ложится спать после 9 часов? Спасибо. А после 10 ложится кто-нибудь спать? Поднимите, Руси. 15. Спасибо. Кто ложится спать в 11 часов и позже? Леночка, расскажи, почему ты так поздно ложишься спать? Потому что бабушка смотрит или там кино, или время, а дедуля уже спит, а я не хочу спать. Я по двум причинам ложусь после 10. Во-первых, потому что я чем позже ложусь, тем раньше встаю, и потому что я очень люблю вечерние фильмы по 4 программе смотреть. Тебе разрешают их смотреть? Нет, но я это упрашиваю. И соглашаются родители? Да, трудом. Иногда бывают очень интересные фильмы, а мама с папой не разрешают их смотреть. И они такие длинные бывают, что даже до 11. В обычные дни мой ребенок не смотрит фильмы после 21-30. Моя досматривает до конца, и если ее пытаешься вывезти из комнаты, это всегда кончается слезами. Так сказать, какая чаша весов перевесит? Иногда мне приходится уступать, а иногда ребенку. Телевизор вынесли на кухню, хотя кухня тоже маленькая, нас это вполне устраивает, меня особенно. Стараюсь не допускать, чтобы ребенок смотрел передачи после 9 часов, потому что один только вечер, если она выйдет из строя, только один вечер, даже если будет суббота или воскресенье, она на несколько дней а кто из вас ни разу не опоздал? Поднимите руки. Так. Ну, а теперь поднимите руки, кто опоздал. Опаздываем. Ну, поговорим, почему. Почему мы опаздываем? Расскажете мне? Расскажете, кто расскажет? Ну-ка, Сережа, расскажи мне. Потому что я далеко живу, и меня папа водит на машине, а папа очень долго лежит в постели и не встает. И он протягивает долго, и все, я там сплю. Понятно. А мама? А мама меня только иногда водит. Я медленно собираюсь, потому что я вечером очень много читаю. Вот. А потом засыпаю, а утром у меня будильник все время будет. Мама там спит еще. Ей полодиннадцатого на работу идти. Вот. Так. Я, чтобы она еще поспала, медленно одеваюсь, так потом только ее бузу. Вот вы в последнее время решили дать ребенку больше самостоятельности. То есть сначала я вообще хотел решить, чтобы ребенок вставал по будильнику самостоятельно, не будя его. Чтобы он вставал, смотрел на часы, значит, при готовом завтраке уже завтракал, одевался и сам шел в школу. Но здесь с будильником у нас не получается немножко. Вот тебе часы, а остальное все на твоей совести, говорю. Утро у нас у меня начинается лично с половины шестого. Иришку я бужу половина седьмого. начинается, значит, я готовлю ей одежду, уже готовая, лежит у нее. Потом, значит, она может посмотреть в зеркало, открыть рот и сказать, и кричит мне из ванной, «Мама, а как ты думаешь, а почему, говорит, вот у меня зубы кривые растут?» Я ей отвечаю, что от того, что мало лука, или еще что-нибудь в этом духе. Начинаю ее поторапливать. Ириш, шевелись, быстрее, опаздываем. У нас проблемы встать утром нет. Встаем очень легко, все очень просто, но проблема вот та же, что и говорили родители предыдущие, это медленно все делает. Это очень медленно. Это начинается, пока умоется, пока он оденется, пока почистит зубы, а уж за столом и говорить нечего. Тут начинается, конечно, все очень долго. И у всех одна, я так думаю, что у всех, наверное, одна проблема, что медленно, конечно, мы не опаздываем в школу, но это все дается большим трудом. Большим. То есть это утро, не то, что общение, там не общение, это подгоняем, подгоняем, быстрее, 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 больше ничего. Моя дочка отучила меня торопить ее. Каждое утро, когда она собиралась в детский сад, я все время говорила, доча быстрее, доча быстрее, доча быстрее. И она в конце концов мне сказала, не могу же я все делать вот так вот, 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 вот таким образом. Раз она мне это показала, мне стало очень стыдно. Мы пытались подгонять ребенка. То есть, говорит, Артем, ты опаздываешь, одевай быстрее, там, штаны, иди быстрее умывайся, быстрее кушай, ты уже не успеваешь кушать, значит, давай беги, одевай пальто, ты уже опаздываешь на пять минут. И, в общем, ребенок при постоянном, вот, понукании, и таком, у него, как бы, возникает процесс адаптации. Он адаптируется к этим замечаниям, и уже ему как-то становится все равно. Десять ему раз скажешь, или пятнадцать, или это будет сто раз. Просто, может быть, бесконечные повторения одного и того же вызывают в них какой-то внутренний протест. И они не хотят уже, вот, торопиться. А как-то надо по-иному заставить прибавить темпы тогда, когда мы действительно опаздываем на работу. Это нелегко попасть в темп ребенка. наладить с ним контакт. Но давайте побываем с вами в семье, где многие привычные для других. Проблемы просто сняты. И найден способ, ну, я бы сказал, мирного сосуществования с ребенком. взрослый сперва оденется сам. А ребенок сначала куклу оденет. При этом ребенок может спросить у вас, есть ли у жирафа враги или куда ушла ночь. Согласитесь, это важнее, чем надеть чулок. нет никаких секретов в семье москвичей Сидякиных вы не увидите, но постарайтесь услышать тишину. Да-да, обыкновенную тишину этого дома, спокойная, добрая, ровная атмосфера в доме жизненно необходима ребенку. Плохо, когда его дергают, подталкивают, покрикивают на него, нарушают его собственный темп. Часто жалуются, но он очень медленно все делает. А может быть, надо учесть эту его особенность и всего-навсего пораньше разбудить его. Ведь смотрите, что получается. Сперва мы жалеем ребенка, даем ему поспать подольше, а потом вдруг перестаем жалеть и гоним, гоним, как на пожар. В доме нужна спокойная, добрая тишина. И нам, и детям. Наталья Васильевна, мы видели, какое у вас радостное, действительно доброе утро. Как у вас это получается? Расскажите, пожалуйста. Как у вас получается? Другие трудно сказать. Проводим мы очень мало времени утром, потому что перед работой, вы сами понимаете, не всегда выходят. Но проводим, завтракаем вместе, во всяком случае, стараемся. Димка иногда запаздывает, потому что он ленится, то есть не всегда делает то, что мы хотим. Через раз сможет сделать зарядку, иногда его 10 раз нужно сказать, чтобы он пошел умылся. Мариночка, ну, та девочка немножечко более собранная, но от кукол иногда бывает тоже трудно оторвать. Ну, что еще? Мне кажется, еще главное это, чтобы дети пошли с хорошим настроением в школу, в садик, и нам как-то легче работать. Мы как-то не думаем о том, что у детей плохое или самочувствие, ведь и все бывает. Все мы родители, просто очень любим своих детей и пытаемся сделать, сами даже стремимся к тому, чтобы утро было светлое, радостное для нас и для наших детей. Кто-то включает музыку, сами дети с парой бегут включать музыку, встают. У нас есть такая, ну, традиционно сложившаяся форма. Утром ребенок встает для того, чтобы скорее открыть клетку своему любимому попугаю, выпустить его, посмотреть, сказать ему доброе утро. И так он у нас и говорит. Здравствуйте, товарищи, доброе утро. Просто я поставила себя в какой-то момент в ситуацию ребенка, которому изо дня в день говорят одни и те же ужасно тоскливые слова. Вставай, быстро опоздаешь в школу, я тебя сегодня накажу, не будешь гулять. И я решила, что это, конечно, невыносимо, грустно и тяжко все это слышать. Но еще здесь говорили о песнях. Я вот, к сожалению, петь не умею, но тоже у меня была какая-то такая, вот я пошла на какую-то хитрость. Я с вечера приготовила пластинку «Бременские музыканты», страстные ей, любимые, и вот включила. И я вот видела, как она сонная, я подсматривала там щелочку, я видела, как она сонная, совершенно сонная, но уже улыбающаяся, танцует на ковре, голыми ногами. «Бременские музыканты». И вот все эти манипуляции тяжкие такие, с одеванием, с умыванием, с порошком зубным, с мылом, все это как-то превращается в игру. И я поняла, что мне даже интересно, потому что я вижу, что у нее хорошее настроение, что ей предстоит какой-то приятный день. Я считаю, что если мы вечером привыкли к колыбельной, это уже традиционная песня, создающая покой какой-то ребенку, то почему же утром песня не может создавать радость, радость наступившего дня, бодрость, вот этот закал энергии какой-то. Я считаю, что песня ребенку очень помогает. И потом и необязательно, даже вот мама там постеснялась, сказала, не умеет пить. Совсем не нужны какие-то особые вокальные данные. А песня, спетая мамой, простым ее голосом, по-моему, ребенку доставит очень много удовольствия. Говорим об общении с ребенком. Ведь необязательно общаться с ним в понимании того, что вот сесть нос к носу, как говорится, и какие-то истины ему вдалбливать. Здесь можно общаться, занимаясь там своей непосредственной работой. Собираясь утром на работу, причесываясь, убирая квартиру. Просто не забывать, что он с нами рядом. И, конечно, эта проблема не то, что меня волнует. Она у меня просто, ну, болью какой-то отзывается у меня в сердце, потому что я очень люблю свою дочь, как и вы все. Я очень многое хочу ей дать, я хочу ее многому научить. Одна мама сказала, надо полюбить утро. Конечно. Полюбить утренний лепет ребенка, если он маленький. И его утренние вопросы, если он школьник. Погладить по голове. Сказать добрые слова. Зарядка, если она по силам. Песенка, музыка. Вот с чего начинается утро, день полный открытий для ребенка. И это чувство потом, может быть, останется с ним на всю жизнь. Вот как об этом сказал Твардовский. Час рассветный подъема, час мой ранний люблю. Ни в дороге, ни дома, никогда не просплю. Для меня в этом часе суток лучшая часть, непочатый в запасе день. А жизнь началась. Вот какой у нас с вами сегодня получился разговор. Тема хорошо вам знакомая, но, может быть, кое-что вам показалось необычным. И наверняка вы тоже что-то хотите сказать нам в ответ на то, что вы увидели и услышали. Пожалуйста, напишите об этом. А потом мы с вами поговорим еще и о вечернем часе. Бески-бэк. Арктика. Продолжение следует...